Привет, дорогие друзья! Вы на канале Energy Gaming TV. Меня зовут Игорь, и мы продолжаем прохождение игры Сибирь 3, ну или Сибири 3, кому как удобней. Продолжаем приключение нашей замечательной и великолепной героини Кейт Уокер. Посмотрим, что её сегодня ждёт. Ну и, собственно, вот мы подплываем снова к лагерю Юколов, ну или к деревне, лагерю. Ну, сложно назвать это деревней, это же кочевники получается. Скорее, это временное пристанище. Ну и давайте будем тут осматриваться, будем общаться с ними. О, к нам уже подошли, смотрите, какие они забавные, а? Так, и с кем надо поговорить? Вот с этой женщиной. Блин, не знаю, мне больше это колобков напоминает. Что случилось? Говори, что? Что помочь? Почему Юколы так прогневали духов? Быстро, или нет страусов? Так, хорошо. Ну, нормально, началось, тут встречают. Не успели прибыли, там уже говорят. Это он сейчас на каком языке вообще разговаривает? Так. Боже, что с этим бедным страусом? Страусы хотят пить плохая вода, только когда у них жажда, то они пить. У страусов ума мало, мисс Кейтвокер. Лах и лах и тук. Головокер камень. Старайтесь их не пускать, пока можете. Должен быть способ очистить воду. Я не мог. Мисс Кейтвокер быстро. Мисс Кейтвокер. Добрый день. Да. Помнит ли меня, мисс Кейтвокер? Меня, Айаваску, великого шамана Юколов. Она нашла ее там, в мире духов. Так это вы спасли меня, мадам Айаваска. Это вы заботились обо мне, прежде чем доставить в больницу в Альсимбор. Не знаю, как вас и благодарить. Тук-тук, дзукер. Мисс Кейтвокер могла бы и очистить воду в реке. Она ведь ходила по магическим путям. Духи ее друзья. Они ей дорожку и подскажут. Я... Хорошо. Раз вы говорите, что духи мне помогут, я... я постараюсь. Ну что же. Собственно, вот так вот нас ловко заставили выполнять наш долг за спасение. Ну что ж, поможем этим замечательным людям. Очистим воду, чтобы их не... Страусы могли спокойно попить. Теперь понятно, для чего эти гады отравили воду, чтобы не могли пить страусы. Соответственно, без воды они погибнут. Ну или заболеют. Так, давайте мы поторопимся немножко. Так. Уважаемые духи, пришло время указать мне путь. Ну, в принципе, тут вроде как... Тут вроде как не так уж много ходов, в принципе. Идем по дорожке. Я думаю, наверное, приведет нас куда-нибудь, правильно? Конечно, да. Управление на клавиатуре все-таки не очень удобное. Сразу хочу сказать. Бывают некоторые заскоки в управлении. Я уже об этом говорил. Ну, правильно, потому что сама игра... Думаю, нужно просто спросить. У кого? У кого ты собрался спросить? У башни? Башня, подскажи нам, что тут делать. В общем, сама игра вначале подсказывает, в каждом запуске, что лучше играть игру на геймпаде. Ну, к сожалению, почему-то мой геймпад не видит эту игру. Хотя игра лицензионная. Все должно вообще, в принципе, официально видеться. Да, даже эмулятор ставил. Но ничего не работает. Вот механизм. Похоже, этот датчик показывает напор воды у плотины. Какой датчик? Ну, я вижу только сам датчик. Он что-то показывает. Ну да, напор. Получается, нам нужно подвинуть зеленое. Тут еще рядом что-то есть. Какая-то инструкция. Верхняя. Получается. Восклицательный знак. Нижняя. Нижняя какие-то грязные. В общем, ничего не понимаю. Так. Получается, я так понимаю, это регулирует какими-то заслонками. Ладно, дайте-ка я посмотрю, что тут вообще как. Да, друзья, собственно, как я и предполагал, эти вентиля, они регулируют заслонками. Соответственно, у нас верхняя заслонка, она у нас загрязняет. Соответственно, нам нужно ее... Ну, она с загрязненной водой. Нам нужно ее закрыть как-то. Давай-давай-давай-давай-давай. Оп, есть. Так. Затем нам надо открыть полностью третью заслонку, я так понимаю. Ну, судя по рисунку, там просто, как бы, если присматриваться, там видно. Могли бы, конечно, поближе поставить рисунок, чтобы было лучше видно. И вторую заслонку вроде как надо приоткрыть чуть-чуть. Да, видите, датчик уже у нас почти на зеленом. Давайте мы маленечко и смотрим на датчик. Оп. Ну, к нам пришел один из... Тихо, перебор. Получилось? Да. Все, сработала анимация. Замечательно. Один из народов и кола что-то прибегал, посмотрел и убежал. Значит, у нас тут все идет хорошо. Все, и видите, да, получается, у нас верхняя часть воды, она с пленкой осталась в стоиле. А снизу мы берем уже чистую воду и, соответственно, могут спокойно эти птицы, страусы пить воду. Не боясь отравления. Вот так вот мы помогли и, можно сказать, рассчитались за наше спасение перед народом и колов. Так, ладно, пойдемте. Посмотрим, что они сейчас там нам поведают интересного. Блин, вот они, вот они, проблемы, видите, да? Получается, я сжал прямо, появляется следующий кадр, у меня уже Кейт бежит куда-то, ну, влево, вправо. В общем, управление такое себе. Так, я... Спасибо за нашу стаю. Да, пожалуйста. Сначала проводник не вернется. Теперь в воде яд. Все, в воде нормально, можете... Можете пить спокойно, хоть сами эту воду. Так, по-моему, вот он, вот с ней, да, разговаривал или нет? Ага. С ней. Да. Ну, наверное, не будем лишний раз расстраивать, мы ему пообещали, что вытащим, мы это сделаем. Он в порядке. Не волнуйтесь, мистер Бурот. Так. Чего не приходить тогда? Его искусственную ногу делают немного дольше. Чем намеревались? Нет, Курка, и Юкола не мочь уйти. Страусы захотят идти дальше без Юколы. Долго тут не просидеть. Страусы перейти озеро в Ольсенборд. Их потом съесть духи оттера. Страусы пересекают озеро? Так это часть их миграции? Тук-тук. Баранур на другая сторона озера. Путь священных равнин. Страусы класть яйца в горячий песок на священной равнина. Но озеро не замерзать, как раньше. Страусы не перейти. Слушайте, Бурот, постарайтесь успокоить страусов, а я пойду в Ольсенборд. Я обещала Курку, что достану протезы и вернусь. Бартла-бартла-тук. Мисс Гейтока, ты друг Юкола. А теперь я пойду к шаману. А я вас, ха, рада будет видеть Мисс Гейтока. А нам много с тобой ходить в мир духов, чтобы они тебя освободили. Ты поэтому не умереть. Интересный способ они такой тонкий нашли, намекая мне на то, что я, получается, все еще их не должник. Да, они меня спасли, и Кейт не погибла. Так что, чтобы мы не забывали, нам постоянно это напоминают. Хотя, в принципе, я уже часть долга, походу, оплатил, если не весь. Я спас ихних страусов, иначе они бы тоже погибли. Так, найдите на базаре... Ага, ну, в общем, нам надо найти женщину, которая нас спасла. У-у-у, какой большой базар. Ух, нихрена там, это что такое? Это, походу, был перец. Так. Это, судя по всему, кузнец. Ну, что ж, пошлите. Давайте будем искать. Здесь, смотрите, все-таки есть обычные люди. Кто такие? Получаются. Будете в Вильсенборе? Загляните в мою таверну. Лучшая кухня в городе. Ясно. Будем, будем, заглянем. Так, да. Это, наверное, да, но это, получается, торговцы. Ой, простите. Торговцы. Из основного города, видать, они сюда приходят с иколами сотрудничают, работают. Может быть, какие-то туристы здесь еще обитают. Кажется, в эту юрту можно войти. Так, как войти-то? Вот, вот, вот. Блин, прикольно. Такие мини-избушки на этих птицах. Это здорово, конечно. И что, в этой избушке есть? А ты туда вообще войдешь, влезешь? Судя по этим юковам, там они маленькие, им-то нормально, а ты-то тут. Барышня-то немаленькая. Парламент. Ага, вижу. Так. Еще у нас тыковка какая-то, посуда. Перчик. Оу. Ну так. Особо не дробя забираем просто... Что мы забрали-то, кстати? По-моему, это что-то было похоже на связку свечей. Но я не уверен. Сейчас мы посмотрим. Сейчас мы ознакомимся с тем, что мы взяли. Ну-ка. Так. Инвентарь. И... Да, 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 да. Это свечи. Самодельные восковые свечи и уколов. Еще и самодельные, ничего себе. Наверное, какие-нибудь с эффектом долгого горения. Самодельные восковые свечи и уколов. Все понятно. Самодельные восковые свечи. Отлично. Не знаю пока, зачем мы их взяли, но, наверное, нам пригодятся. Так. Как нелепо вы оделись, сударыня. Че это нелепо? Нормально она наделась, наряжена. Ну, как говорится, что было в больнице, то и напялили. Не в маечке же выходить на голое тело, правильно? Уху, эти. Уху, эти старушенцы. Любят обсуждать все на свете и всех. А ты что мне расскажешь? Люди теперь не любят уколы. Да, че-то они на вас прям зуб точат прям конкретно. Что же мы такого сделали-то? Уху, что суеверие здесь часть жизни. Выглядит зловеще. Обычная голова. О, знакомая сова. Мисс Кейтвакер. Новости хороши? Если честно, не особо. Курка ваш проводник в руках Ольги Ефимовой. Она подмяла под себя директора больницы, доктора Замятина. Еще, похоже, она связана с каким-то военным. Они ненавидят вас, Айеваска. Их не устраивает ваш образ жизни. Это они отравили воду у страусов. Мне кажется, они нарочно тянут с протезом Курка, чтобы держать его в больнице и помешать вам продолжить путешествие. Люди не любят теперь Йоколу. Приялись им Йоколу и тук-тук-синяя. Без проводника Йоколы не уйдут в Великий Переход. Вернутся на север и больше не двинутся с места. И с трауса умрут. Ну, пока все не так плохо, я обещала Курку пойти в Альсимбур и принести его протез. Топ, кроме ноги волшебной езди, еще проблема у Йоколу. Какая? Какая проблема? Айеваска видит много-много злых духов на пути Йоколу. А сейчас на озере очень много злых духов, и дальше тоже. Баранур. Баранур очень опасный. Неудача, неудача повсюду. Айеваска очень боится. Должен быть другой способ пересечь озеро, не дожидаясь замерзания. Я постараюсь выяснить в Альсимбуре. Почему мисс Кейт Уокер так нам помогает? Да, вот меня тоже это интересует. Ну, давай ответим, наверное, так. Без Йоколу я умерла бы от холода и голода в Сибири. Потому я тоже не брошу вас в беде. Так мисс Кейт Уокер пойдет с Йоколами в Великий Переход. Посмотрим. Сначала мне надо в Альсимбур. Но, как и вы, я, похоже, заперта в лагере. Йоколы сейчас не могут в Альсимбур. И мисс Кейт Уокер тоже. Ей нужно найти пропуск, чтобы выйти отсюда. Так. Странно, что озеро еще не замерзло. Наверное, из-за глобального потепления. Злые духи воду греют на дне озера. Гадкие духи повсюду шныряют теперь. Где взять пропуск на выход из лагеря? Раньше Йоколы могли пользоваться машиной в хижине у выхода из лагеря. Но власти сломали ее, и толку от машины нет. Пусть мисс Кейт Уокер спросит у клиентов туристов в Альсимбуре. У клиентов туристов? Мне рассказали, что племя сделало для меня, когда меня нашли. Большое вам спасибо. Мисс Кейт Уокер, здорово. Только это важно. Спасибо Айаваске. Я попробую найти пропуск, о котором вы мне рассказали. Мисс Кейт Уокер, скорее. Чего у нее с глазом? Не заметили, да? У нее один глаз постоянно дергался, пульсировал. Видать, нервный кик на всей этой почве. Ну что ж, я, кстати, немножко начал посматривать предыдущие серии, чтобы вспомнить, так сказать. Потому что сам я лично их проходил крайне-крайне очень давно, и, соответственно, очень много забыл. И народ Викола, вот эти ребята, на самом деле они помогали Кейт на всем протяжении данной серии игр. Поэтому мы перед ними не в расплатном долгу, на самом-то так-то деле. И поэтому нам, мы просто обязаны им помочь, я считаю. Почему они все время вот единственное только говорят тук-тук? Я пока вот на это не понимаю. Ну, может быть, потом мы узнаем эту разгадку. Это что такое? По-моему, она не готовая, как ты думаешь? Ну, вообще, похоже что-то то ли на кальмара, то ли на осьминога, но только что-то как-то недоделанного, недоделанного, да. Так, и куда же мне? Простите, сэр. Мне надо еще поговорить за счет пропуска с какими-то туристами. Как там отсюда выйти? Здесь должен быть выход, наверняка. Я заблудился нафиг. Вот, люди отсюда идут. Так, ну мы... Нет, мы не отсюда зашли, мы, по-моему, с другой стороны зашли. Давайте посходим, сходим, посмотрим, что у нас там происходит. Так. Ну, может, либо в другом месте, да? У нас есть ход направо, ход прямо. Ну, или точнее, направо и налево, можно так еще сказать. Знаем, кто-то бежит. Да и все им надо, и воды им надо, и внимания им надо. Какие они вообще прям... Ух. Так, с чем мы здесь можем взаимодействовать? Ну, получается, они нам ничего интересного не говорят. Просто делятся своими какими-то мыслями, впечатлениями и все. Ну, мало ли, а вдруг кто-нибудь что-нибудь там сможет рассказать какую-нибудь очень классную историю. И мы на нее залитнем на пару часов. Так, это что такое? Что это? Использовать? Что мы можем туда использовать? Свечи, что ли? Невозможно. Ну, понятное дело. Смысл. В общем, получается, здесь мы только можем... Это, в общем, какой-то кальмар, видать, погиб. И, насколько я понимаю, в собственных чернилах валяется. Ладно, здесь, получается, у нас ничего интересного нету. Пойдем дальше. Значит, пойдем налево. Кстати, как подметил бледный Юрик, что Кейт очень сильно похожа на Лару. Кстати, да, есть у них некие похожие черты. Я тоже, в принципе, немножечко так... Это мы уже читали. Стой! Дальше нельзя. А почему? Мисс, к сожалению, в городе прибывают кочевники Юколы. Это вызывает беспокойство населения. Поэтому, согласно приказу мэра Булякина, вход в город осуществляется только по пропускам, с соответствующей печатью, которой подтверждается соответствующее разрешение мэра на вход в Вальсимборг. Вот это загнул. А на основании чего Юколы вызывают беспокойство населения? Разрушение общественной инфраструктуры, мелкие кражи, грабежи в магазинах, попрошайничество. Типичная картина для подобных индивидов. У вас есть доказательства? Без пропуска не пропускаем. В общем, ничего конкретного нам ответить не смог, да? Получается, никаких доказательств, ничего нету, что он сейчас предъявляет этому народу и просто голословит, получается. Так, достать... Пропуск! Какие вещи? Нет, пропуска у меня нету пока, поэтому... Мне правда нужен пропуск? Не обсуждается! Перестаньте спорить, отойдите! Ясно. В общем, получается, нам надо предъявить этому гражданину пропуск. Так, а здесь у нас что? Давайте-ка зайдем. Вовремя он отвернулся. Насчет кражи будем уж помалкивать. Так как мы и сами не прочь что-нибудь прихватить всегда и везде. И чего мы тут имеем? Это что такое? Какой-то станок. А-а-а, походу, здесь вот и делали пропуск. Да-да-да-да-да-да. Похоже, чего-то не хватает. Чего-то не хватает. Документа, например. Что такое? Ох, сколько действий. На коже что-то выдавлено. Ну, походу, это след от печати, наверное. Сюда что-то нужно вставить. У нас явно этого пока нету. Ага, можем крепежи от этого оттянуть, да? Подкладка для бумаги. Зачем мы ее пока взяли, я правда не знаю. Ну, берем все, что берется, как говорится. В таких игроках это все полезно. Губка. Губка. Ага, нету, собственно, ну, как я понимаю, нету печати. Да. Печать, походу, просто, грубо говоря, украдена. И поэтому документы никак не могут быть закреплены печатью. Ладно, это ясно, все понятно. Хорошо. Мы, получается, взяли с вами планшет, на котором отпечаток печати есть. И мы взяли с вами губку. Так, давайте изучим предметы. Предметы, предметы, предметы. Где они? Так, осмотреть. Кругом кальмары. Все, больше здесь ничего интересного нет. Ну да, получается, это, если что, будет нам, я думаю, может быть, служить как-то с шаблоном каким-то. Губка. Чернила. 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 Да. Так, ладушки, ладушки. И все, больше здесь мы ничего не можем... Вот, тихо, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Печати. Но среди них ни одной подходящей. Ну, ясно дело, потому что ее убрали. Все, больше здесь ничего не туда у нас. Ладно, пошли. Пошли дальше искать. Чернила, чернила, блин. Слушайте, губы, такое ощущение, как будто она высохшая. У меня есть небольшая идея, даже не то чтобы идея, а задумочка. Губка-то у нас сухая, по-моему. Ну, по крайней мере, как-то она это... Не похоже, что она немного чернил. И я видел, тут недалеко валяется источник чернил. Давайте-ка сходим, посмотрим. Прав ли я? Или я ли прав? Укола бегают. Блин, какие все-таки забавные вот этот народ. Такие маленькие, ножки коротенькие. Так. Ну-ка. И тут, кстати, было у нас взаимодействие. Ну, давай посмотрим. Чернила, 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 губка. Ну-ка. Да, смотри-ка. Макнули. Так. Вот, губка с чернилами. Отлично. Супер. У нас уже теперь есть губка с чернилами. Осталось только найти печать. Или сделать, или найти, или украсть. В принципе, одно из трех нам точно подойдет. Надо только одно из трех, это найти. Здесь получается все. Больше мы ничего сделать не можем. Идем тогда внутрь. Что такое там? Невольно начинаешь бояться. А что там? Ну, по-моему, это не голова, это даже какая-то нарезка. Ну, вырезанный бизон, буйвол. Что бояться-то? Эх, Кит, поиграй в Outlast 2 и бояться перестать. Хе-хе-хе. Так, ну что, друзья, давайте не будем серию затягивать. Я думаю, скорее всего, мы с вами печать будем искать в следующей серии. Если вам понравилось, то не забудьте поставить лайк. Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь. Рассказывайте друзьям, чтобы наша армия осталась все больше и больше и больше. И мы будем проходить все больше интересных разных игр. Которые тоже вы можете, кстати, советовать и рекомендовать. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего дня. Всем пока. Продолжение следует...